Всем доброго, бодрого, прекрасного утра. Ещё не расцвело. Едем в садик. Сейчас посмотрим, какие дороги. С утра гололёд. Ну вот, все медленно едут, и мы медленно едем. Потихонечку. Море очень спокойное сегодня. На дорогах гололёд, и я смотрю, все машины очень медленно едут. Вот едем по Сумгаиту, и видим, здесь намного больше снега, чем в Баку. Видите, как в Баку уже всё практически растаяло. Это мы в первый день поехали, когда я с мужем поехала снимать. А в Сумгаите нет. Здесь как-то больше. Или климат здесь всё-таки прохладнее. Я не знаю, с чем это связано. И снега больше выпало. Давай ручку. И холодно. Ой, посмотрите. А здесь вообще гололёд. Медленно, медленно, медленно. Давай. Да, я не ожидала. В Сумгаите больше снега, чем в Баку. Да, здесь такой гололёд. Ой, все машины. Вот там дальше тоже бежит снег. Аккуратно, аккуратненько. А вот здесь гололёд. Молодцы, хоть ход расчистили. Автобус застрял, папа помогает толкать. Может, мне тоже пойти помочь. Застрял Форд Транзит. Не, мне папа толкать не разрешил. Готатай дикает. Едем к молочнику. С папой сидели, гадали, приехал ли он из района. Все-таки гололёд или нет. И вдруг видим, что приехал. Я говорю, ничего себе, молодец. Я здесь машину. Да. Сейчас пойдем молочко возьмем у него. И посмотрим, что у него сегодня есть. Так, сыр у нас есть. Сыр есть. Шор есть тоже нам нужно. Молоко берем? Молоко, да. И нас есть. Молоко обязательно. Два литра нам надо. Два литра. Два литра. И курочку надо. Давай спросим, сколько стоит. Чуть-чуть. 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 Курицу, чопу за 7 взяли. И рыбу еще. Балак не чай, да? 6. Это 6. Без бу? А, это. А, алтамонат. 6 монат. Рыбка. Творог за 2.50 взяли. Здесь жирный, хороший, вкусный творог. Сыр у нас есть. В прошлый раз я взяла молочко. Молочко тоже за монат 30. Молочко. Все привозят с региона. Вот здесь приехали в наш, прошли в ларек чуть дальше от молочника. Возьми? Да, берем морковку. Вот такой мешок. Она, правда, не козистая, но мы берем на сок. За 1 монат. И за сок. Вот лобби, смотрите. А, вот лобби здесь можно взять, да. Можно полкило взять лобби кусарского. Оно очень вкусное, наше любимое лобби. Картошка. Вчера вроде взяли в магазине, но показал, что это не очень вкусно. Кажется, нам маловато в маркете. Сейчас лук возьмем. Вот гранаты здесь по монату. В маркете вчера сколько были? 4 моната были в маркете. Гранаты. Нет, у нас есть, по-моему, нет? Нет. Гранаты тоже решили взять. Тем более такие крупные, хорошие. Основно мы за сока берем детям сок. Делать яблочки семеринка, семь с копеек. Но вот они очень крупные. Я, например, не очень-то хочу их. Картошки у нас мало? Картошка тоже надо. Собрались раздовгу делать. Сейчас возьмем, наберем зелень. И приеду, сварю сразу. Потому что я до губы варить в неделю нужна. Это тоже кончилось уже. Так, чеснок. Да, вчера я помыла и съела. Чеснок. Чеснок. Сейчас. Может, ты это отдельно положишь для довги? Отдельно кулек. Чтобы я этот уже знала. Один. Давай для довги наберем, а потом уже будем это брать. Так, для довги горную кинзу я возьму. Потом я хочу взять мяту. Мне не надо большой. Потом так обязательно укроп. Это все я беру только для довги. И кинзу одну, и чеснок. Все. И чесночок я возьму. Так, все. Подожди, вот там получше. Вот, хорошее. Все, это для довги только. Да, сейчас я приду домой, все почищу, помою. Теперь берем кушать. Кир салатик. Три штуки. Этот для супчик. Если завтра будем готовить, вдруг не приедем, мало ли. И кинзу. Все. Гранат здесь монат 50. Это сладкий, наверное, сот. Так, груша. Монат 50. Зимние. Яблочки. Монат 20. Здесь айва. Монат 30. Редька у нас есть. Бурачок тоже есть. Морковка. Хочешь оставь кулек, возьмем целую. Можно и так сделать. Морковка хорошая. Здесь эти яблоки по Монату 50. Паль. Монат 50. Эти тоже. Но мы вот такие яблоки, например, не любим. Мы любим именно мелкие. Видно, что они не с ГМО, как мама говорит. Перчик 2,50. Перчик мы вчера за Монат 99 взяли. Здесь красный. Цветной. Красный. Желтый. Баклажаны хорошие. Монат 80. Мы тоже вчера купили. А вот здесь домашняя хорошая лапша. Какая домашняя. 80 копеек стоит. И хинкали тоже есть. Посмотрите. Готовы. Не надо дома даже тесто раскатывать. Пришел, сварил. И у тебя вкусный хороший обед. Сейчас лапшу возьму. Вот хорошая. Лапша. Помидорки 3 Моната. До этого вот здесь закончились. Брали за 2. Помидоры пока у нас дома есть. Здесь патиссончики 6 Монат. Перчик 7 Монат фаршированный. Огурчики. Белые огурчики. Решили морковку так взять. Тот кулек оставили. Такая же цена. А здесь морковка чудесная. Хватит, Олег? Да, да. Хватит. Так, здесь помидорки за 2 Моната. И Алча. Вот Алчу я люблю. Апельсины 2 Моната. Нам лимон нужен. Мы мелкие лимон. Да? Ну, смотри, там впереди тоже бывает меньше. Мандарины 2,50, но крупные. Яйца. Лимоны 5 штук за Монат. Крупные. Хорошие лимоны. Все взяли по селу. 50 копеек стоит ли. Взяли гранатовую и петиловую. Здесь местный чеснок за 6 Монат. Правда, уже его мало. Практически не осталось. Мороз и солнце. Добрый день. Сегодня готовим на обед довгу. Довга нас очень выручает. Летом мы ее едим в холодном виде. А зимой мы ее едим в горячем. Кисломолочный суп. Вот зелень. Приготовила зеленый лук. Горную кинзу. Кинзу. Обычную. Укроп. И чеснок молодой купили. Еще мяту. Сейчас вот будем готовить. Положили 2 столовые ложки муки. 1 яичко. Добавим простоквашеную. Мы называем готых. И обязательно все будем размешивать деревянной ложкой. Чтоб не свернулось. Сейчас будем промывать зелень. Промываем ее долго. А в конце дезинфицируем солью. И немножко она у нас лежит в соли. И только потом уже используем. Водой решили не разбавлять. Иногда, когда варим совсем большую кастрюлю. Пятилитровую летом. То разбавляем водичкой. А вот сейчас решили не разбавлять. Чтоб более насыщенный получился вкус. И вот медленно все размешаем. Еще отдельно замочили круглый рис. Всегда добавляем риса. Еще мой муж любит. Как готовят в регионе гянджинском. Гянджи эту довгу. Там добавляют нут. Нохут, горох нут. Но у меня сейчас под рукой гороха нет. Обычно я заранее всегда варю горох. У нас горох дома всегда бывает. Сварю заранее. Приготовлю ее в морозилку. А потом, когда надо, использую. Но вот сейчас нету. Поэтому варим без нута. И варим на маленьком-маленьком совсем огне. Помешивая обязательно деревянной ложкой. Рис кладем мало, так как хотим в этот раз приготовить жидкую. Мой муж, например, не любит густую довгу. Он любит жиденькую. А рис уже можете сами. По вкусу положить их можно больше. Кто любит, погуще. Зелень заранее готовим. Заранее промываем. Все делаем, нарезаем. И как закипит, добавляем зелень. Солить тоже по вкусу. А у нас на улице весна. Все тает. Солнышко ярко светит. И вот завтра, скорее всего, уже и снега не будет. Копель. Вот такая вот чудная погода. То снег, то ветер, то солнце ярко светит. Альчика тоже нас вчера порадовала. Пришла вечером, довольная. Говорит, мамочка, сегодня зауч проверял у нас технику чтения. Я говорю, ну и сколько слов ты прочитала? На пятерку надо было прочесть за минуту 70 слов. Я говорю, ну и сколько ты? Она говорит, мамочка, я прочитала 80. Порадовала меня, конечно. Говорит, в отдельном кабинете проверяли технику чтения. Получила пятерку за полугодие. И в конце года тоже еще раз будут проверять. И еще по-немецкому принесла пятерку за рассказ, который мы учили. Про льва и тигра. Вот такие вот у нас дела. Мелко нарезали зеленью. И представляете, какой аромат от зелени. Еще этот суп очень полезный. Вот мама говорит, еще расскажи, кто не знает, какую зелень положить. Значит, мята, кинза, горная кинза, зеленый лук, укроп и чеснок молодой мы положили. Но зелень уже зависит от вас, какую вы любите. Петрушку никогда мы не кладем. Довгу. Если горные кинзы, кладу три зелени. Тогда вкусно. Лук. Зеленый. Зеленый кинза и укроп. Все. Но это уже по регионам. Все по-разному готовят вообще. Посмотрите, как получилось. Совсем не свернулось. Сейчас закипит. Однородная. Да, однородная масса. Сейчас закипит. Добавим сюда рис. И рис как сварится, уже зелень. Вот такая вот духа получилась у нас. Ммм. Аромат, конечно. Зимой в горячем виде, а летом в стаканчик наливаем холодным. Такая вот красота. Ммм. Ммм, как вкусно. Очень вкусно.